Продолжение следует... Перед этим, соответственно, были лекции, посвященные природе Куликового поля в целом и восстановлению исторического ландшафта. Сегодня мы поговорим про то, что собой представляет степь Куликового поля. И прежде чем, так сказать, говорить конкретно о поле Куликовом, мы должны, конечно же, сказать, что такое степи. Итак, если взять такое научное определение, то степи — это травянистый тип растительности, образованный многолетними ксерафитными видами. Вроде бы сложное определение, но, тем не менее, если мы его расшифруем, то будет достаточно понятно. Итак, первое — это травянистый тип растительности. Говорят о том, что здесь присутствуют только травы. Причем травы многолетние. Отсюда видно, что деревьев нет. То есть это такое вот открытое пространство, образованное многолетними травами. При этом они какие-то ксерафитные. Ксерафитными называют виды, которые произрастают в засушенных условиях и приспособлены к недостатку влаги. То есть от сода мы сразу можем сделать вывод, что да, степные сообщества, эти биотопы, характеризуются недостатком увлажнения. И как ответ на это, соответственно, произрастают только травянистые растения, которые расходуют меньше воды в процессе своей жизнедеятельности, чем деревья. То есть деревья в большей степени сушают почву. Здесь их нет, собственно говоря. Таким образом мы можем сделать вывод, что степи, даже просто из-за определения, это действительно открытое пространство, где нет крупных лесных массивов, могут быть только небольшие лески. Раз это не ксерафитные, то, соответственно, они устойчивы не только к недостатку увлажнения, то есть небольшое количество осадков, засухи, но и к сильному, как такому активному освещению. И, так сказать, приспособлением к такому активному освещению будут те же признаки, что и недостатку влаги. И, конечно же, еще, поскольку пространство открытое, воздушные массы перемещаются свободно, то сильные ветры свойственны открытым степным пространствам. И эти ветры еще больше вызывают иссушение растений. Поэтому, разумеется, они должны приспособиться вот, так сказать, ко всему этому комплексу признаков. И если мы с вами посмотрим на классические вот такие вот климатические диаграммы, то мы можем с вами сказать, что да, так сказать, вот эти климодиаграммы степной зоны, что в степях всегда выпадает небольшое количество осадков, то есть, видите, да, то есть порядка, так сказать, 400 мм в год, там, 400-450 мм в год. Вот эта вот кривая отражает как раз вот количество выпадающих осадков по месяцам. И мы с вами видим вот такой небольшой вот участок, который как раз показывает, что именно в этот период количество выпадающих осадков меньше количества испаряющейся влаги. И вот это у нас такой вот засушливый период. То есть, отсюда мы можем сделать вывод, что в степях всегда имеется еще и разный по продолжительности, но засушливый период. И, разумеется, к этому растения должны каким-то образом адаптироваться. Далее, для степей характерны, несмотря на, казалось бы, с одной стороны, такую не очень богатую растительность, что мы будем опровергать в дальнейшем, характерны богатые почвы. Почвы, наиболее плодородные почвы, черноземы или каштановые почвы характерны. Вот это черноземы и вот это каштановые почвы. Они характеризуются таким мощным слоем гумуса. Он может быть до 80 сантиметров, иногда даже до метра, собственно говоря. И вот в каштановых почвах чуть меньше. И на самом деле, так сказать, такое, именно эти климатические условия, в которых находится природная степная зона, они обеспечивают формирование таких богатых почв черноземов. Почему? Потому что отмирающая растительность, так сказать, формирует некий войлок на поверхности почвы. И этот войлок отмершей части растений начинает перерабатывать микроорганизмы. Но поскольку у нас, так сказать, имеется и холодный зимний период, то активность микроорганизмов в этот период сильно снижается. И получается, что они формируют такой не до конца разложившийся органический материал, что и есть на самом деле гумус. В других условиях, в более теплых и влажных, например, в тропическом климате, большая биомасса образуется, откладывается большое количество опада, активно работают микроорганизмы, но они практически все редуцируют, так сказать, разлагают. И поэтому гумус не накапливается в тропические почвы одни из самых бедных, несмотря на то, что там формируются самые богатые тип растительности. То есть очень высокая скорость круговорота, опал, опад, разложение, и все, что разложилось, фактически поглощается корнями растений. То есть, что называется, почвенное плодородие находится в самих растениях. Такой богатый тип растительности, как тропические дождевые леса. То есть, получается, более южные регионы не столь благоприятные. Берем более северные, ну, тонежные или даже возьмем тундровую зону. Там другой лимитирующий фактор. Температура. Низкая температура, так сказать, лимитирует жизнедеятельность растений, поэтому они получаются небольшие по размеру, то есть карликовая, низкорослая форма. Соответственно, низкорослая форма, так сказать, отмирая, даст небольшое количество отмерших растительных остатков. Плюс низкие температуры микроорганизма работают плохо. То есть даже то, что отмирает, разлагается крайне маленькой скоростью. И поэтому почвы также, как и в тропической зоне, обеднены гумусом. Вот именно уникальное сочетание вот высокой температуры лета, обеспечивающей развитие биомассы растений, и холодного зимнего периода, который тормозит окончательный процесс разложения отмерших частей растений, и обеспечивает формирование самых богатых и самых плодородных почв, где содержание гумуса может достигать 6-9%. Это очень высокий показатель. То есть вот такие почвы характерны для степной зоны. Соответственно, где же распространены степи? Вообще, надо сказать, что степи – это исключительно русский термин. И степи характерны как раз для… Вот это протягивается широкой полосой Украины и России. Ну, разумеется, начинается степная зона на самом своем западе, на территории Венгрии и Румынии, так называемых венгерских пуш. Это самая западная оконечность степной зоны. Ну, дальше, соответственно, переходим в Россию, на территорию России, на территорию Украины и России. В России степная зона имеет такую достаточно обширную протяженность. И она достаточно сильно дифференцирована как с севера на юг, так и с запада на восток. Например, в европейской части, в европейской части России сформированы в северной половине степной зоны так называемые разнотравные степи. Они характеризуются тем, что помимо ковылей обильно представлено так называемое степное разнотравие. То есть виды, которые красиво, ярко цветут, но при этом устойчивы, так же как и ковырь, к недостатку увлажнения. Собственно говоря, это вот такие вот разнотравные степи. Отмечу, что они формируются в северной части степной зоны, где количество выпадающих осадков может быть 500-550 мм в год. Вот они такие достаточно яркие и красивые, с обилием разнотравья. На юге степной зоны, где количество осадков уменьшается уже до 300-250 мм, конечно же, вот все это богатое разнотравье выпадает, что называется, из степей, но остаются самые устойчивые к такому явлению, это ковыли. Поэтому на юге степной зоны, в европейской части, присутствуют только ковыльные степи. То есть на севере ковыльные разнотравные, на юге только ковыльные степи. Причем, хотела бы сказать, что субстраты, на которых формируется степная растительность, могут быть очень разными. У нас, безусловно, это те самые богатые почвы чернозема. Но иногда степная растительность может формироваться и на разрушенных горных породах. Например, на выходах непосредственно из десняка, или, допустим, на выходах мела. То есть вот такие вот меловые степи, характерные для, например, Ростовской области. Продвигаемся далее на восток. И небезызвестные Оренбургские степи. Мы видим, что ландшафт сохраняется прежним. Опять же, отсутствие древесных жизненных форм, да, и доминирование вот таких вот узколистных злаков. Открытый ландшафт. Передвигаемся дальше на восток, и у нас Урал. И, как ни странно, даже в горах Урала, на соответствующих склонах экспозиции, в соответствующих условиях, также формируются ковыльные степи. То есть это все тоже, в том числе и в горных экосистемах, в горных странах такие экосистемы будут формироваться. И даже если мы переходим за Урал, где, как известно, самая заболоченная Сибирь западная находится, но, тем не менее, также на юге Западной Сибири сформированы так называемые Барабинские степи. То есть на территории нашей страны степная зона имеет достаточно обширную протяженность. И далее на восток уходят до Монголии, собственно говоря, в монгольские степи. То есть сразу хотелось бы набрать внимание на то, что степи, исключительно, как я уже говорила, русский термин, и степная зона характерна только для Евразии. Какие-то похожие сообщества имеются и в Северной Америке, но они образованы совершенно другими видами, и поэтому имеют специфическое название – прерии. В Южной Америке нечто внешне похожее на степи называется пампы или пампасы, но по видовому облику сообществ они примерно схожи за степями, но видовой состав принципиально разный. Поэтому очень важно вот об этом помнить и не распространять термин степи на все вот такие вот травянистые ксерофильные сообщества. Ну, это вот был такой общий обзор географического распространения. Теперь поговорим о неких принципиальных особенностях. Итак, флора степей достаточно богата, насчитывает до 400-500 видов. Причем обратите внимание, что в принципе для территории, располагающейся в пределах степной зоны, характерно высоковидовое богатство, то есть в целом до 1500 видов может быть. И высоковидовая насыщенность на 1 квадратном метре можно обнаружить от 40 до 80 видов растений. То есть такого нет нигде, даже в таких, казалось бы, разнообразных и богатых дождевых тропических лесах. То есть флора степей на самом деле одна из самых богатейших. Хотя нам кажется, что в пространстве, вроде как биомасса растений небольшая, но тем не менее видовое разнообразие достаточно велико. Теперь поговорим про растительность. А вот растительность – это то, как виды компонуются, в какие сообщества, в какие семьи они компонуются, в какие группировки. И вот это уже будет растительность. То есть как бы растительность, она состоит из конкретных видов флоры. Что здесь? Конечно же, отсутствие древесного яруса. Да, безусловно. Деревья, если встречаются в степях, об этом будем говорить чуть позже, то достаточно редко и одиночно. То есть яруса как такового не формируют. Причина этого нам сегодня кажется ясной. Одна. Недостаток влаги. Хотя ученые прошлого века, так сказать, достаточно жарко спорили по этому поводу, подразумевая, что причина может быть и выровняно рельеф, и отсутствие дренажа, и почвы не те. И была даже предложена так называемая теория борьбы леса и степи. О том, что эти экосистемы, вот они одна сменяют другую, наступают, отступают. Допустим, степные сообщества формируют богатые почвы, черноземы. Но на эти богатые почвы приходит лесная растительность. Поселяется лес, соответственно, своим опадом, при разложении которого образуется большое количество кислот. Он обеспечивает вымывание питательных веществ из бумусов горизонта черноземных почв. Они объединяются. И такие почвы уже становятся оподзоленными, более бедными. Древесная растительность, так сказать, согласно этой теории, уходит, деградирует с этих почв. И на них опять возвращаются травянистые растения, степные, которые восстанавливают почвы на полдородье. То есть была такая вот теория борьбы леса и степи. Но в итоге многочисленные опты было показано, что деревья не растут по вполне такой прозаичной причине. Недостаток влаги. Недостаток влаги атмосферной и грунтового увлажнения. Кустарники встречаются. Встречаются редко, группами. Для кустарников, в принципе, может быть достаточно той количества воды, которая есть в почве. И в некоторых случаях даже формируются так называемые кустарниковые степи. Такое тоже бывает. Дальше. Древесного яруса нет. Кустарники редко. Зато имеется хорошо выраженный травяной ярус. Травостой. Вот здесь показана структура травяного яруса. Мы видим, что он действительно неоднороден. Что растения различаются по многим признакам. И самое главное, что при компоновке такой удачной на одном квадратном метре может произрастать до 2000 особей растений. До 80 видов и до 2000 особей. То есть действительно такая большая геомасса формируется. Как это можно уместить на этом одном квадратном метре? Во-первых, все уже хочется растить в таких благоприятных условиях. Поэтому нужно разделить растения по их фазам развития. И поэтому в степных сообществах характерна резкая фаза сезонных или фенологических состояний. То есть вот, например, здесь показан один и тот же квадратный метр на период конец апреля, начало мая. И если в апреле здесь цветут прострелы, баранчики, прострелы, сон дрова, собственно говоря, то в мае начинает, соответственно, расти, начинает цвести адонис. А к концу мая и он отцветает фактически. И остаются только, так сказать, уже горошки, пермоцветы и так далее. То есть даже вот в период вот этих вот трех недель внешний облик сообщества достаточно сильно меняется, потому что растения сменяют друг друга, проходят стадии цветения. То есть это тоже причина того, что на квадратном метре можно вот такую большую видовую разнообразие уместить. Кроме того, структура травяного яруса очень сложная. Если мы посмотрим сами вот сюда, то увидим, что здесь действительно в этом травяном ярусе можно выделить несколько подъярусов или полугов, различающихся по высоте. Вот так растения разбиваются по так называемым экологическим нишам. И вот такой вот достаточно плотный травостой характерен для северных, например, степей с большим количеством разнотравий. А на юге структура становится чуть более простой, но тем не менее тоже сохраняются высокотравные злаки, злаки среднего яруса и такие вот низкорослые степные растения. То есть при такой структуре можно действительно на единице площади поместить достаточно большое видовое разнообразие. То есть вот к этим благоприятным условиям растения приспосабливаются максимально. Вот такая растительность. Вопрос в том, какие растения и как приспосабливаются к произрастанию в таких условиях. Ну, как я уже сказала, древесного яруса нет, но есть отдельные деревья. И такие деревья обычно низкорослые, компактные, они небольшой высоты, многоствольные и часто встречаются одиночно. Ну, вот, например, клён татарский является типичным таким степенем растения. Растёт на выровненных пространствах, на водоразделах. В небольших понижениях может расти и дуб, но для дуба всё-таки в степных условиях недостаточно влаги. И поэтому дуб характеризуется низкой жизненностью. У него часто встречаются сухие ветви и очень узкая крона. Вот такие вот дубравы как раз вот характерны для понижений, так сказать, балочных понижений в степной зоне. Далее, конечно же, развиты кустарники. Как я уже сказала, они могут формировать целый ярус кустарников. И вот здесь, например, одно из таких растений, это миндаль низкий. Он встречается и в нашей области, являясь краснокнижным охраняемым видом. И вот посмотрите, как достаточно красиво, ярко цветёт в начале мая. Как я уже сказала, для всех кустарников характерна небольшая высота, тоже многоствольность. И для их жизнедеятельности нужно меньше воды, чем для деревьев. Поэтому они здесь себя чувствуют более многоприятно. Другим кустарникам, которые часто формируют собственные заросли или даже по опушкам тех самых дубрав, это степная вишня. Степная вишня. И вот такой вот пояс формирует она подчас вместе с тёрном. Второе, соответственно, кустарник, типичное степно, это тёрн или слива колючая. Как они приспосабливаются к произрастанию в таких засушенных условиях, помимо небольших размеров? Посмотрите, у тёрна, у него часть побегов, часть ветвей, ведь изменилась в колючке, для того, чтобы уменьшить площадь соприкосновения с окружающей средой и уменьшить процесс отдачи воды в окружающую среду. То есть, опять же, для того, чтобы быть компактным. Кроме того, вот такая вот компактная жизненная форма обеспечивает более стабильные условия внутри неё. То есть, и испарение влаги внутри тела, соответственно, вот внутри вот этого вот куста, оно будет происходить с меньшей скоростью, нежели если бы он был таким более разрежен. То есть, это тоже приспособление для экономии воды внутри тела. Так, и вот они часто формируют как раз вот такие кустарники, такой поиск кустарников. Из терминистых растений кто встречается? Ну, как я уже сказала, это трава многолетняя. Причём при недостатке влаги у них должны быть особые корневые системы. И они могут быть как? Такими вот длинными, мощными. И, соответственно, тогда используют влагу в рудовых вод. Например, растения с такими корневыми системами, там, восьё, груз и так далее. Либо, наоборот, корневые системы могут располагаться в поверхностном слое для того, чтобы улавливать то небольшое количество влаги, которое попадает в виде осадков, например. Дальше. Должны быть у них своеобразные надземные органы. И, конечно же, они должны влагу запасать. И запасают влагу они совершенно разных структур. Они могут запасать, конечно же, в видоизменённых побегах в стеблях, в виде луковицы, например, это видоизменённые стебли, или видоизменённые листочки, цель которых запасать влагу. Либо влагу могут запасать в корнях, формируют так называемые корневые шишки или корневые клубеньки. Далее. Иногда могут запасать влагу в стеблях, как вот, например, у спаржи, или даже в листьях. Как вот, например, у отчитка. Такие толстые листочки с развитой водоносной тканью. То есть воды немного, но они нацелены её сохранить. Кроме того, примером таких луковичных растений является как раз с луковицами гусиный лук, который встречается в степях. А примером вот таких суккулентных растений, у которых водоносная ткань в листьях, как раз отчиток малый. Отчиток малый. Кроме того, для трав, так же, как для густарников, характерна компактная форма. С чем это связано? Значит, у этих растений очень сближены побеги и формируют так называемый узел кущения. Внутри этого узла побеги располагаются плотно. Затем они могут отходить друг от друга в разные стороны. И попадающая влага чётко по этим побегам, по листьям, как по желобкам, стекает как раз вот в зоне пущения, подпитывая её. То есть получается такая обширная форма, это как некая воронка, которая собирает всю влагу и направляет её как раз там, к корням, там, где развиваются почки, на самом деле. И, разумеется, опять же, в такой компактной форме с меньшей интенсивностью происходит потери воды, с меньшей интенсивностью происходит испарение. То есть, опять же, эта форма нацелена на то, чтобы экономно расходовать ту самую влагу. Ну и вот такими вот растениями являются ковыли, например, типичные, так называемые, дерновинные степные злаки, являющиеся таким диагностическим признаком степей. Их спутники, например, вот овсяница, типичат. И даже, как ни странно, в степях встречаются соки, тоже вот такие вот дерновинные, формирующие такую жизненную форму. Кроме того, в степях у растений встречается тоже особая форма жизненная, которая называется перекати-поле. У этой формы такое узкое основание, сильно разветвленные побеги, у них очень узкие листья. И самое главное, что когда созревают плоды на этих растениях, оно все подсыхает, ветер легко обламывает это основание, и уже катит по открытому безлесному пространству вот этот вот шар, при этом производя расселение семян. То есть вот такое приспособление как раз для открытых степных пространств. И вот, соответственно, примером является качи высочайший или гипсофила. Кроме того, что влагу надо запасать, ее надо как можно меньше отдавать. И для этого, как мы уже сказали, компактные формы, надо сказать, образуются. Но при этом еще у растений формируются специфические приспособления. Например, такая блестящая поверхность листьев. Это связано с тем, что на поверхности листьев формируется кутикула, такой же подобный слой. И он играет роль зеркальца, который отражает падающие солнечные лучи. А раз солнечные лучи отражаются, не поглощаются, значит лист меньше нагревается, а значит нужно меньше воды отдать в окружающее пространство для охлаждения тела. То есть это тоже специфическое приспособление. Другим приспособлением является образование волосков. И это окружение обычно белого цвета, то есть такой вот аналог белой панамки, что называется. То есть формирование такого светлого налета также обеспечивает отражение солнечных, падающих солнечных лучей, уменьшает нагрев, а значит снижает, так сказать, трансферационную способность, снижает испаряемость. Дальше. Как еще можно экономить влагу? Можно сформировать очень мелкие, узкие или сильно рассеченные листья, потому что листья – это основная структура, через которую происходит отдача воды в окружающее пространство. Поэтому листья в круге степных растений становятся узкими, сильно рассеченными, для того, чтобы, опять же, меньше транспирировать или испарять воды. А еще листья могут сворачиваться, когда недостаток воды, вот в такую трубочку. И, соответственно, в этом случае тоже уменьшается площадь, с которой испаряется вода. И таким образом растение экономит влагу в собственном теле. Можно уменьшать поверхность листьев и при этом формировать колючки, которые помимо того, что уменьшают площадь листа, еще имеют какое-то острие, чтобы выполнять дополнительную функцию защиты от каких-то, допустим, животных. Мы уже говорили о том, что, допустим, терм или степная вишня целые побеги, целые ветки превращает в колючки. Но и у травянистых растений такое приспособление тоже имеется. Например, вот у иоутостой сенеголовника, у мордовника, у колючника и так далее. Вот здесь вот они чуть крупнее. Даже у татарника сорное растение и то формируются колючки, потому что даже сорняки, так сказать, нацелены на то, чтобы уменьшать площадь соприкосновения с окружающей средой, так сказать, и экономить влагу в собственном теле. Да и известный всем чертопорок, у которого такой действительно очень колючий степень, это тоже его адаптация к жизни в условиях степей. Помимо того, что они живут, они еще должны, растения как-то размножаться. И размножаются они либо вегетативной частью тела, либо семенами, то есть два способа размножения. Соответственно, для экономии влаги в собственном теле некоторые растения сдвигают даже период развития свой. Например, растения, которые начинают цвести и плодоносить достаточно рано, в мае месяце, когда в почве еще есть влага. Такие растения называются эфемерами, если они однолетние, и эфемероидами, если они многолетние. И вот за этот короткий период развития, благодаря наличию влаги в почве, они успевают не только, так сказать, позеленеть, сформировать вегетативные органы, но также отсвести, образовать плоды и даже распространить семена. Даже распространить семена. Соответственно, в этот период, когда еще, может быть, не все насекомые вылетели, нужно максимально их привлечь. Поэтому в этом случае степные растения формируют, как вы видите здесь, достаточно яркие цветки, чтобы максимально привлечь насекомых и провести процесс опыления. Такое явление называется энтомофилия, то есть люблю насекомых, для того, чтобы, так сказать, образовать плоды и семена. Ну и вот здесь вот мы видим, что многие степные растения как раз с яркими, красивыми цветами, что нацелено на привлечение насекомых и наибольшую вероятность опыления и образования плодов и семян. Ну и вот крайне классическое растение, так сказать, наши адолис весенний, весельки, все это. Даже если цветки мелкие, они обычно собраны в соцветия, для того, чтобы формировать такое яркое пятно для привлечения насекомых. А некоторые имеют даже вот такой вот своеобразный цветов, который максимально приспособлен к опылению конкретного вида насекомого. У него даже часть лепестков превращается вот в такую вот посадочную площадку для насекомых. Ну и обратите внимание, что все они ярко окрашены, обычно имеют запах, а следовательно нектар, который обеспечивает привлечение насекомых. Но есть и другая группа растений, которые опыляются при помощи ветра. И мы уже говорили о том, что ветер здесь для степи типичен. Это открытое пространство, и роль ветра здесь может быть высока. Поэтому как приспособление к таким условиям, ну, так сказать, дабы, если вдруг не прилетели насекомые, да, или если цветение сдвинуто, да, такие растения опыляются при помощи ветра. Им уже здесь не нужны ни нектарники, ни красивый яркий околоцветник, цветки очень мелкие, невзрачные. Здесь только тычинки, и вот это вот такие мохнатые мецепестика, вот. Но, правда, они всегда собраны тоже в соцветии, чтобы представлять собой такой некий щит для ловли, летящий по открытому воздуху, по открытому пространству пыльцы, то есть для того, чтобы как можно больше поймать пыльцы. То есть цветки такие мелкие тоже собраны в соцветии. Ну и вот здесь вот вы видите, что действительно в цветках нет яркого полоцветника, только тычинки, пестик, ничего такого, ни нектарников, так сказать, пыльца очень легкая, образуется обычно в большом количестве. После того, как произошло опыление, образуются плоды, и плоды тоже должны быть распространены каким-то образом. Они могут быть распространены насекомыми, и, соответственно, это могут быть плоды сочные, как, например, вишни степной, или могут плоды распространяться при помощи ветра. Ну вот, например, такое степное растение, строитель степных сообществ, как ковырь, у него образуется вот этот такой вот плод зерновка. Он имеет такое острое основание для того, чтобы задержаться в почве, но он должен как-то переместиться в пространстве, и для этого у него формируются вот такие вот специфические перья. И благодаря таким перьям растение непосредственно переносится на большие расстояния при помощи ветра, и уже зерновка оседает где-то в почве. Дальше вот эта вот ось у зерновки подсыхает и начинает скручиваться, что обеспечивает вворачивание как по спирали зерновки в почву. И после этого, соответственно, ось вместе с пером уже, так сказать, отмирает, отделяется. То есть все нацелено на то, чтобы как можно более вероятно растение, так сказать, закоренить, что называется, укоренить, заяхарить в почве. В почве. Вот. И другие плоды у других растений тоже переносятся при помощи ветра. То есть такие плоды часто бывают как раз вот сухими и могут распадаться на составные части. Вот. И, соответственно, также при помощи ветра перемещаться. Это мы рассмотрели общие признаки степей. Ну а теперь, что называется, к нашей основной теме. Есть ли степи на Куликовом поле? То есть вот такая обширная степная зона. Есть ли степи на Куликовом поле? О чем мы здесь говорим? Если степи есть от Венгрии до Монголии. Насколько мы вписываемся, так сказать, вот в этот вот, что называется, степной ряд. Если мы посмотрим с вами карту растительности Куликового поля, карту растительности Тульской области, то увидим, что, конечно, большую часть нашего региона занимают леса. А вот эта часть области, да, в ней есть степные сообщества, но они будут перемежаться с лесами. Именно поэтому вот эту северную часть степной зоны сегодня ученые называют самостоятельной природной зоной, с северной, лесостепной. И мы, как понятно, находимся в северной части лесостепной зоны, то есть в северной лесостепи. Этот регион характеризуется сочетанием и лесных сообществ, и степных сообществ на склонах. Леса, как мы уже сами сказали, формируются там, где скапливается хоть какая-то влага, то есть в каких-то понижениях. Такие понижения называются балки, в них могут произрастать дубы, формируют балочные дубравы, так называемые. Но мы сегодня говорить об этом не будем, хотя такие дубравы тоже могут быть остепленными, и в их составе, так сказать, по полу до Дума, могут произрастать даже некоторые степные виды. Нас интересуют степи, есть ли они. Да, и в пределах Куликового поля существует несколько степных памятников природы, и те, которые вы можете посетить наиболее близко, так называемый памятник природы Нижний Дубик, где мы с вами видим как раз и ковыли, и различные красиво цветущие травы, то есть можем сказать, что это у нас разнотравные степи. И недалеко от деревни Татинки, соответственно, находится соответствующий памятник природы, где тоже хорошо выражен такой вот ковыльный склон. То есть получается, что да, степные сообщества у нас есть, они, к сожалению, приурочены сегодня только к склонам балок или обрагов, к склонам речных долин, и возникает вопрос, а всегда ли так было? И здесь я хотела бы, так сказать, возвратить слушателей к лекции Ольги Валентиновны, которая говорила о том, что степи были не только на склонах, они были на выровненных пространствах, на водоразделах, но, как мы помним, там, благодаря вот этой степной растительности, сформировались черноземы, полудородные почвы, что вселившийся человек на эту территорию не мог не использовать. Поэтому выровненные территории с полудородными черноземными почвами оказались распаханной. И сегодня мы там степей не найдем. Все практически только сельхозугодие. Такие степные сообщества сохранились только на склонах, где было неудобно пахать, где плюс еще часто выходит известняк, то есть получаются такие склоны каменистые, осыпные, щебнистые. И вот на таких склонах и сохранилась степная растительность. Дальше возникает вопрос, а была ли она такая же и там, на водоразделах? И, к сожалению, на этот вопрос мы сейчас ответить не можем, потому что на водоразделах все-таки известняк залегает глубже, там нет этого щебня, то есть, скорее всего, те степи, которые у нас сегодня на склонах, на водоразделах были другими. Но, к сожалению, история и природа об этом умалчивают. Природа хранит свою тайну, и какие там были степи, мы не знаем. Можем только догадываться и экспериментировать. Что еще характерно для степных сообществ Куликово поле? Как вы помните, когда я говорила об общих признаках степи, я говорила, что там все очень быстро развивается, то есть, такая резкая смена всего. И если мы посмотрим, то да, мы увидим с вами, что вот все очень меняется резко, и наибольшее количество цветущих растений приходится как раз на июнь. То есть, все вот одно за другим начинает цвести, 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 а начиная с конца июня к июлю и августу количество цветущих видов уменьшается. И если мы с вами посмотрим на эту картинку, то увидим, что да, вот такие у нас степи на Куликово поле в мае, когда мы видим только сухостой оставшийся с прошлого года и крупные куртины адониса. Крупные куртины адониса. Дальше, соответственно, в июне начинают зацветать разнотравья, выбрасывают свои ости ковыль, именно на этот период приходится пик цветущих растений. А цвели и оплодоносили, и когда их вегетативный уровень начинает усыхать, и в августе уже картина может быть не такой богатой и взрачной. Поэтому мы, конечно, приглашаем посетителей посмотреть степное селочное Куликово поле именно в июне, когда максимум красивых цветущих видов. И вот даже по этим периодам мы можем сказать, что вот посмотрите, как меняется облик. Если в начале мая здесь цветут адонисы, ветреницы, примулы, в конце мая уже этих растений цветущих мы не увидим, но зацветает земляника, подморейники, клевер, мытник и так далее. Шалфей начинает цвести. В начале июня именно шалфей вместе со спорцетом, вязелем и ковылем дает вот такой вот фиолетово-серебристый аспект внешний облик. К концу июня серебристый облик немножечко уходит и начинают доминировать растения, цветущие фиолетовыми и синими цветками. Различные васильки, горячатки, краставники и так далее. Но начинает, так сказать, зацветать и лен желтый, перетром, то есть и некоторые такие вкрапления желтого цвета, такого бело-желтого цвета. Ну и вот видите, что в июле-августе здесь может цвести только мордовник. Только мордовник. Дальше. Растения различаются также и по периодам роста. То есть кто-то растет активно в начале лета, у кого-то период активного роста приходится на июнь и может быть продолжается до июля. А на период августа нет активно цветущих растений. Все условия уже становятся немножечко не те. И есть группа растений, которые равномерно растут в течение всего сезона. И если мы с вами посмотрим, вот как формируется структура, та сложная структура с множеством подъяруса, в травяном ярусе, то увидим, например, что в начале мая что в начале мая у нас будут доминировать растения высотой, обратите внимание, по цифре 2, всего 5-10 см. Остальные, ну вот видите, еще, так сказать, в меньшей численности представлены. Могут быть и высокие, но их мало. Дальше. В конце мая обратите внимание, что уже разнообразие групп растений по высоте увеличивается. И здесь уже средняя высота травостоя достигает 30-40 см. Дальше. В начале июня, в начале июня здесь уже, ну, растения с разными, так сказать, высотными параметрами. И здесь мы с вами можем сказать, что может быть и 30, и 50 см высота травостоя. И даже некоторые отдельные растения могут достигать даже метра высоты. И это все только в начале июня, то есть в период активного роста. В середине июня уже представлены все группы роста. И в целом доминирующими, собственно говоря, являются растения высотой от 30-35 см, ну, условно, где-то до 60-70 см. Но встречаются также самые высоторослые травы высотой более метра. Высотой более метра. Ну и вот в конце июля структура уже не сильно меняется, потому что растения, собственно говоря, уже выросли, соревновали травостой, и, так сказать, каждый занял свою экологическую нишу. Вот такие особенности степных сообществ. Теперь, насколько велико их разнообразие? Поговорим о разнообразии. Вопрос. Присутствуют ли степи на великом поле? Да, мы с полной ответственности можем сказать, что да, такие сообщества присутствуют. Если уж, так сказать, владеть научными термиями, мы можем сказать, что это будут действительно луговые степи, в которых, обратите внимание, доминируют разные ковыли, перисты ковыль, красивейший ковыль, волосатик, но, раз это луговые степи, там будет высока и доля разнотравья. Есть у нас и луга, но луга остепненная, остепненная. В ней, как ни странно, доминирует пырей, но, правда, не ползучий, а промежуточный, и костер безостый или кострец. И даже у нас существуют третьи типоросительности, так называемые тимьянники или еще называют тимусятники, где чабрец доминирует. Ну, вот, если посмотреть основные эти виды, то вот они здесь представлены, так сказать, те самые разные виды ковылей, ковыль перистый, ковыль волосатик, ковыль красивейший, формируют степные сообщества, так сказать, это основные виды строителей или идентификаторы степных сообществ, настоящих степей, то есть, можно сказать, там, где есть ковыль, там настоящие степи. Ну, и до степненных лугах встречаются и подчас доминируют, вот, известны нам даже как сорное растение костер безостый и пырей ползучий, обратите, пырей промежуточный, обратите внимание, что он такого сизого оттенка, не как наш пырей ползучий. Ну, и, конечно же, чабрец формируют свои собственные, так называемые, темусятники, чабрецовые сообщества. Вот так они выглядят, встречаются редко у нас на территории Куликового поля, но тем не менее встречаются. То есть, видите, степная растительность, несмотря на ее, казалось бы, такой монотонный облик, она тем не менее разнообразна. Все это зависит от видового состава растений, от условий, и в разных условиях будут доминировать те или иные виды. То есть, вот такие степи присутствуют. Но я уже сказала о том, что наибольшие площади степей уничтожены, они были распаханы для сельскохозяйственной деятельности, и сегодня представляют собой не что иное, как сельхоз поля или залежи. Поэтому перед музеем-заповедником Куликово-Поле стоит проблема восстановления природно-исторического ландшафта. Она связана с тем, что нужно из сельхозугодий сделать степи там, где они были, то есть, вот из таких сельхозландшафтов, сделать красивые степные сообщества. Ну, если мы говорим про восстановление исторического ландшафта, то, конечно же, мы должны сказать и про восстановление лесной растительности, буквально два слова хотя бы, здесь я должна отметить, что музей-заповедник восстанавливает мемориальную зеленую дубраву, которая была вырублена, и вот на площади более 20 гектар уже посажены деревья, так сказать, они растут, кроны потихонечку разрастаются и смыкаются, то есть, зеленую дубраву как элемент северной лесостепи, да, мы обязательно восстановим со временем. Но если говорить о восстановлении степных сообществ, то здесь мы применяем самые разные методы и пересадку дерновин в естественное сообщество, и посадку ковылей на пашню, и разноправные смеси, и так далее. Ну вот я покажу вам просто некоторые фотографии, допустим, на пашню были выселены семена степных трав. Предварительно, они были скошены на естественных степях клюков поля, и затем высажены на пашню, посеяны на пашню. Спустя некоторое время мы увидим, что сформировалось степное сообщество и даже с редким участием много ковылей. И это все мы сеем на разделах, то есть там, где как раз должны быть те самые степи. Ну, вот такого облика они имеют. Так сказать, при последующем развитии, когда вступают в рост высеянные травы, такие сообщества становятся такими достаточно красивыми, яркими, действительно разнотравными степями, ну, может быть, в них меньше обилий ковылей, собственно говоря. Для того, чтобы вот эту проблему решить, был предложен следующий метод. Это посадка дерновин ковыля на пашню. На распаханную территорию были высажены, выкопанные дерновины ковылей. А этот опыт был заложен Владимиром Ивановичем Даниловым, и его идея была в том, что раз ковыль, строитель степного сообщества, значит, если мы дадим ему волю, он подберет к себе всю его степную семью, что называется, и сформируется только благодаря ковылю степное сообщество. Но, к сожалению, такие надежды не оправдались, потому что ковыль развивается сам по себе, а вокруг ковыля идет восстановление растительности само по себе. То есть, ковыль среди залежей получился. То есть, так сказать, вот такая в силу ковыля поверили, но она не оправдалась, собственно говоря. Вот так выглядит сообщество сегодня. Вот. Кроме того, что мы еще должны сказать? Конечно же, сами по себе заброшенные свекосугодия тоже они как-то развиваются, становятся самостоятельными залежами. И подчас в составе этих залежей тоже начинают произрастать степные виды. Вот дабы усилить эффект степной, в такие старые, старовозрастные залежи были высажены ковыли. Ну и вот сегодня мы имеем вот такой вот облик старых залежей слегка оковыленный, остепленный. Вот эти вот все вариантов присутствуют на территории музея-заповедника Куликового поля и вы можете посмотреть их в ходе соответствующих экскурсий. Вот, так сказать, как это все выглядит. Но, если мы говорим о ковылях как об основном элементе степей, о неком символе степей, то, конечно же, вот такое сообщество, оно, в общем-то, характеризуется такими редкими, что называется, перьями ковыля и может быть не столь наглядным. Поэтому был предложен Владимир Иванович особый метод формирования таких степных сообществ, так называемый широкорядный посев ковылей. Что при этом происходит? При этом на сельхоз подготовленную так сказать сельсхозяйственной почвы, пропаханную высеваются семена ковылей. И вот здесь показаны маленькие молодые растения, которые появляются следующей весной. То есть подосель посадили и весной вот эти небольшие ковыльки здесь проросли. Высаживают ковыли рядами, а в междурядье высаживают семена степного разнотравья. И в итоге у нас по весне получается вот такой облик сообщества. Вот ряд ковылей и вот он ряд ковылей, а между ними растут степные травы, то есть растет так называемое разнотравье. Несколько фотографий, которые демонстрируют разные этапы. Но мы видим, что здесь конечно рядковая структура ковылей, посадок ковылей. Может быть это не очень естественно. Мы надеемся, что до времени это все перемешается, ковыли распространятся, разрастутся. В принципе этот процесс мы уже сейчас наблюдаем, но ждать придется еще какое-то время. И вот то самое разнотравье высаженное в междурядье дает очень красивый аспект, дает очень красивый внешний облик таких сообществ. Вы с вами нашли любимый участок. Приезжайте посмотрите его в июне. Это действительно красиво цветущее разнотравье среди серебристых перьев ковыля. Вот такое сообщество. Вот такой ограстик мы сформировали. Конечно же здесь обилие ковылей яркое, такое большое, ковыли формируют яркое пятно. Было ли так на самом деле тогда, когда степи здесь существовали? Никто этого сказать не может. У нас нет аналогов от чего отталкиваться. И все что мы делаем мы наблюдаем за этими ковылями. есть как они себя чувствуют, как они растут. Если они здесь сохраняются в таком же обилие, значит не исключено, что и раньше, до момента распашки степей здесь ковыли были в массе. Однако, к сожалению, мы этого не наблюдаем. По-видимому, все-таки для ковылей на водоразделах достаточно влажно. И в таких более влажных условиях они не столь сильны конкурентно. И их начинают давить вот те самые травы степные, которые лучше разносить отрав в условиях чуть большего увлажнения. Мы же помним с вами, что разнотравные степи на севере, а ковыльные степи на юге, да? То есть получается, что там, где было больше влаги в почве, больше осадков, с большей вероятностью развивается обильная разнотравие. По мере иссушения климата разнотравие именно уходят, а ковыли остаются. И то, что мы сейчас наблюдаем, это дерновина ковыля уменьшается в размерах. То есть мы можем сказать, немножечко они дегенерируют, может быть стареют. И по-видимому через несколько лет мы уже не увидим столь ковыльности. Но зато она приблизится к той исконной, которая скорее всего была до момента распашки. То есть мы сейчас находимся в процессе наблюдения и эксперимент этот оцениваем. Ну и вот так еще выглядит сообщество. Вот заложен еще один эксперимент. Поняла? Это без разноправия. Когда были высажены только ковыли, а междуряди остались свободными. И в этом случае, поскольку природа не терпит пустоты, в соответствии междуряди начали развиваться те самые сторонники. Собственно говоря. Но зато в момент цветения ковылей такое сообщество выглядит не более ковыльным. То есть получается, что у нас на Куликовом поле есть аналоги и северных степей разнотравных, которые для нас характерны, и даже аналоги южных степей, которые вот такие вот ковыльные. Вот. Сразу хотел бы сказать, что конечно же при посевах таких были использованы очень высокие концентрации семян. Они доходили до нескольких десятков килограмм семян ковыля и разнотравья в пересчете на гектар. Десятков. Вот. При этом, поскольку наша задача восстановить как можно больше площади степей, мы стали применять и другие варианты. Там, где, допустим, содержание доли семян меньше там 10-30 килограмм семян на гектар. И это тоже у нас формирующееся искусственное степное сообщество. Ну, может быть, в нем опять же не столько великого обилия ковылей. Но, может быть, так и нужно. Вот. Ну, и вот здесь вы тоже можете видеть, так сказать, видите концентрацию семян, да, и вот то сообщество, которое сформировано именно при такой пропорции семян. Дальше. У нас очень большое количество заброшенных земель, так называемых заброшенных сельхоз поля, которые сегодня превращаются в залежи. И наша идея это их облагородить, то есть сделать их более степными. И как можно ускорить этот процесс? Мы проводим кошение таких залежей, потому что именно кошение удаляет вот эту большую биомассу, внутри которой всегда будет влажнее воздух, а значит будет влажнее почва, и в таких вот некошенных сообществах как раз и развиваются более влаголюбивые виды, а ковыли из таких выпадают. То есть скашивая массу травостоя, мы таким образом обеспечиваем просушивание почвы, то есть почва становится более сухой, а значит более благоприятной для того, чтобы здесь во всю мощь проявились ковыли, собственно говоря. Вот, и также пытаемся облагородить наши залежи, всаживая в них вот такими отдельными участками маленькие кусочки степных трав, которые придадут ему наиболее такой степной облик. И надеемся, что со временем мы восстановим все степи на куликовом поле, и они у нас будут разного вариантов, разного возраста, что уже представляет большой научный интерес не только для туристов, но и для ученых. Мы проводили два года назад большую научную конференцию, где приезжали ученые, занимающиеся степными сообществами всей Европы, и они были поражены тому разнообразию методов, подходов, которые мы используем, плюс у нас же вот эти участки разного возраста, то есть мы можем наблюдать все этапы восстановления степной растительности, как самовосстановления, так и искусственного восстановления. Поэтому резюме нашей встречи такое, в степи на куликовом поле были, есть и будут.